Так, новый день, время 16.44, я только проснулся, мы должны были гулять, ехать за подарками, а я весь день проспал, потому что до 7 часов почти монтировал прошлый влог, который еще к тому же выгрузился с авторскими правами, и сейчас мне придется его переделывать. Так что день начинается не с того, с чего нужно было. Все-таки начну с завтрака. Борщ у Полины получился очень вкусный, красный, красивый, с лучком, как я люблю, здорово. После борща закусим энергетиком и зефиркой, атака сладостей. Кирпичную комнату еще не наряжал, тут вот только елочку поставили и не прибирались еще, и вообще тут скорее хэллоинская осенняя, осенняя атмосфера, вот листики висят, неохота их убирать, они здесь очень в тему, и они потеряются, если их отсюда убрать, где я их потом искать буду в следующем году. В общем, ее тоже еще надо украшать. А мне уже здесь хорошо. Сидишь на фалде, YouTube смотришь, там тоже праздничные у всех превьюшки, такие новогодние, и появляется прям еще больше праздничного настроения, когда сейчас стрим чувака одного, смотрю, которого постоянно зырю видосы, а у него сейчас стрим праздничный, и даже такое настроение еще более подарочно-радужное праздничное, чем было. Тут, короче, тоже подарки, заготовки всякие лежат вокруг, гирлянду еще не повесил. В общем, дел дофига, а я проспал еще один день. Мы сегодня планировали поехать в город, и даже несмотря на то, что поздно встали в 6 вечера, Полина такая, поехали в город гулять по Новогиньской, там же красиво, даже без праздников. А потом просидели еще 3 часа. Да, я застрял, ковырялся с этим видосом, который с авторскими правами закосяченный. И пока я его переделывал, время уже к 9 идет, полдевятого. Как потом вообще куда-то деваться? Короче, мы решили играть в Call of Duty по сплитскрину, а потом пойдем за водой. Это будет домоседский день без похода в город. В общем, будем гонять в Call of Duty. Мы, короче, купили пару лет назад ленту диодную дешевую в магазине, и лежала она у меня в ящике, мы ее не использовали. Пока она лежала, батарейка, конечно, разрядилась, и пульт перестал работать. Полина нашла на смартфон точно такой же пульт на экране у приложения, как оригинальный к моим лентам тем большим, которые у меня по комнате шли. Белый цвет, видишь? Ага, ну это недорогая лента, у которой нет рассеивателей, она как гирлянда чисто светится, но у меня есть более правильные, там вот в комнате лежат с рассеивателями. Но пульт, конечно, зачетный. Погнали играть снежную карту в Call of Duty. Тут тот же лес, который я играю летом, только снежный. Зимой вот можно в него гонять. Это, наверное, самое рождественское тут, что я смог найти. Совсем праздничных карт нет? Вот бы накачать какие-то карты, а, для Call of Duty. Существуют ли они? А-а-а-а, бегут. Пока я камеру включал, он взорвался. Робот мой сейчас буксовал на месте, на снегу и не мог зайти в горку. А пока я до камеры добрался, он рванул. Почему? С, давайте. О, уютная у тебя атмосфера, там почти как у нас. Тепло, коричневое освещение и... Да, и потолок делал. Ой, блин, крыши нет, это жестко. Ну, зато теплое освещение и даже камин есть. Мы проиграли. А потому что ты много отвлекался. Не, я не отвлекался, моего перца убивали все партии. Очень жесткие они в этот раз, даже не целятся, ты его видишь. А вот и твой перец. Жестко, бум, размазали. Ты только видишь врага и он тебя убивает быстро, нет времени среагировать. Они даже не заметили. Да, вот так и было. Она говорит, один выстрел, один труп, они даже не заметят. Так и было, ты только видишь его вдали и падаешь. У нас игра включилась с неправильными настройками, и мы жутко продуваем. Вообще разнесли нас. Вон, противники набрали 555, а у нас даже сотни нет. Вот. Да тебе угодно. И его принудительно включают, когда я не играю, я занят делами. Он включается и умирает. Так не должно быть. Да, да, это меня сейчас убьют. В итоге мы проиграли два с половиной раза на разных картах. И в снежном лесу, и на снежной стройке. И еще одну включали, но потом вышли. Сегодня боты разошлись, и Оман играет очень круто. Совсем нас не щадит. Вот за Эль. Ха-ха, точно. Их что, всего две? А вот это... Вау, это чье? Это что, мое? Фризма. Вот эту ты нам не делал очень. Класс. Вот эту дома надо потаскать, и она как раз клечит этими рукавами. Футболка рождественская. Ого, как крутится сковородка. Ого. Ну что там торчит? А, шарф тут еще и поверх куртки. Да, шарф можно сверху. Сегодня снова ясный вечер. На небе звезды. Луна почти полная белая. Плюс шесть. Холодно. Вчера ночью морозец был. А сегодня пока еще не остыло. А вчера он был в глубокой ночи, часа в три. Вот посмотрим, может еще успеет остыть. А, это опять же бэнд показывает, плюс шесть. А по факту, наверное, холоднее даже. Унитаз на мусорке стоит. Отдыхает. И куча коробок. Вышли от мамы, забрали мои кофточки. Они постираны и свежи. И даже уже посушены. Так что дома можно будет снова примерить тот самый колпак и робота. Даже не верится, потому что часть меня думала, что он уже потерян. Вернулись домой. Дома около 10 градусов. Тепла. Сейчас можно и кофточку примерить, тот граждан, который давно искал. Сегодня особо все не происходило. Такой получился домашний день. Поиграли в Call of Duty. Я еще хочу поиграть. Там есть снежные уровни, но они не новогодние. Не все, наверное, меня поймут, но я очень хочу не из фильмов, а из видеоигр получать рождественское, новогоднее, хэллоуинское настроение. Мне нужно найти игру, где нормально есть хэллоуин и где есть рождество. Есть вот игра Twisted Metal 3 с PlayStation 1. И там был уровень снежный, где были вот эти леденцы за корючкой, как у меня на стенах висят. И вокруг было снежно. В общем, настроение такое новогоднее было. Классное, подарочное. Хочу такие игры найти, где будет новогодний настрой. Я же этот наряд поверх куртки надел. Эльфика. Праздничного. Поэтому это дело нужно как-то еще снять. Полина пришла меня вызволять из этого. Хотя я сам пока что такой безмятежный. Все будет хорошо, а как-нибудь выберусь. Вот, посмотрим. Да, как бы я это делал. Не навредить бы ей. Я обычно раздеваюсь там вот так. Не, не, не. О, какой я в нем старый. Какой он аккуратный, тоненький такой, приталенный. А не какой-то не бурдюк вот этот, не хомяк толстый, а что-то такое тоненькое, аккуратненькое. С тем самым свитером и тем самым колпаком 2017 года. Вроде бы, 17-го. Он, кстати, как Полина отметила, более пышный, более качественный, такой добротный. А ты его не берег. Чем те, что сейчас продают в магазинах. Да, кстати, Полина отмечает. Он на что не завернул, что он сейчас требует. Он пожелтел, состарился, он не завернутый, да, действительно, лежал и всякую. В грязи. В этом же наряде. Нормально так. Он, наконец-то, со мной. А теперь еще и Понька. Вот он. Какая коробка от ее. Смотрите, какие у меня руки после мороза розовые. Хотя мы уже больше 10 минут дома. Они все еще очень даже красноватые. Прохладно-то. Мы перед сном еще раз проиграли в Call of Duty. Уже четвертую партию. Сегодня боты какие-то озверевшие. Просто увидел, убил. Я не попадала. Никак по-другому. Я не попадала. Убежали. Ай, как не было время. Ладно, проиграли в Call of Duty, проиграли и пора ложиться спать. Уже 4 ночи почти, а мы пытаемся все встать днем. А лучше утром. В общем. Часов 8 бы встать, а мы играем, сидим. То, что ты искал. Намад. Намад. Капсулы ловушки, выпускающие смертоносный рой нано-дронах при приближении противника. Точно. Вот оно термит, который съедает на части чувака и в мясо. Это пчел.